Мы продолжаем с вами разговор в рамках лекции Атлантической революции Нидерландской и Английской революции и переходим к второй из названных революций, а именно к Английской. Прежде чем говорить непосредственно о революционных потрясениях 40-60-х годов, давайте посмотрим на то, а что к ним привело. Ну, собственно, как вы можете вспомнить, в 1603 году к власти приходит Яков Первый из династии Стюартов, и, собственно, проблемы с парламентом привели к революции уже его сына, Карла Первого Стюарта. Но как сложилось так, почему, собственно, вдруг сменилась династия? Были Тюдоры весь 16-й век. Если вы внимательно посмотрите на вот это вот генеалогическое древо династии Тюдоров, то обратите внимание на три нижних портрета, на троих представителей младшего поколения династии Тюдоров. А именно, в порядке их правления, да, давайте, это Эдуард VI, правивший с 47-го года, с 1547 по 1553. Это Мария Тюдор, она же известная как Мария Кровавая, правившая с 53-го по 58-й. И, наконец, это Елизавета I, знаменитая, правившая с 1558 по 1603 год. Все трое дети Генриха VIII, он на ветку выше в этом дереве, да, от трех разных браков. Но у всех троих есть одна общая черта. Обратите, пожалуйста, внимание, что ни от одного из этих портретов не уходит линии вниз. Ни у кого из них не было детей. Замужем из них была Мария Тюдор, она была замужем за человеком, уже встречавшимся нам в нашем разговоре, за королем Испании Филиппом II. Их брак продлился четыре года, с 54-го по 58-й. В конце него Мария Тюдор умерла. Детей от этого брака не было во многом, потому что супруги были друг другу близкими родственниками. Обратите внимание, да, на минутку Мария Тюдор родилась от брака Генриха VIII и Катарины Арагонской. Катарина Арагонская, старшая дочь Фернандо и Изабеллы, испанских королей, да, соответственно, Катарина Арагонская приходилась тетей Карлосу I, ну или Карлу V, мы с ним уже встречались. Вот. Стало быть, Катарина Арагонская была двоюродной бабушкой Филиппу II, а дочь Катарины Арагонской, Мария, да, была Филиппу теткой. Вот он на своей тетке и был женат. Брак, повторюсь, остался бездетным. Двое других, Эдуард VI, умер совсем молодым. Вы видите, год рождения 37-й и смерть в 53-м было 16 лет, он просто не успел. А Елизавету не зря прозвали королевой-девственницей. Она официально никогда не выходила замуж. И официальных детей у нее не было. Поэтому, когда умерла последняя из этой триада, именно Елизавета, всерьез встал вопрос, а кто же должен быть королем Англии дальше? И тогда вспомнили, обратите внимание, по правому краю слайда идет красная полоса, красная ветвь, восходящая к Генриху VII. Так вот, тогда вспомнили, что у Елизавета VII, помимо сыновей, была дочь Маргарита Тюдор, которая была выдана замуж за короля Шотландии Джеймса IV, ну или Якова IV, если хотите. Да, Джеймс, это Яков. У них был сын, который был королем Шотландии Джеймсом V, в свою очередь у Джеймса V, у Якова V, да, была дочь королевы Марии Стюарт, Мария Шотландская. И, в свою очередь, дочерью Марии Стюарт становится Яков VI Шотландский, он же Яков I Английский. Вот он, первый король из династии Стюартов. Сам женат на Анне Датской, и, соответственно, его сыном становится Карл I, о нем мы еще поговорим чуть позже. Когда Яков прибывает в Англию, и его коронуют королем Англии, что, собственно говоря, происходит? В чем причина тех конфликтов, которые начинаются практически сразу? Ну, давайте начнем с того, что Яков шотландец, и по вероисповеданию он католик. Елизавета, дочь Генриха VIII по вероисповеданию англиканка, то есть протестантского вероисповедания, да? При Генрихе VIII, при его детях, за исключением Марии Тюдор Кровавой, да, то есть при Эдуарде и, главное, при Елизавете, уже выстраивается протестантская политическая культура в Англии, уже выстраивается протестантское общество. Уже это совершенно другая Англия, не та, что была, скажем, даже при Генрихе VII Тюдоре. И когда Яков I коронуется на английский трон, он оказывается в чуждом ему религиозном окружении. Больше того, он живет не в плену, но он живет и действует в рамках привычной ему католической парадигмы королевской власти, да, когда королевская власть расценивается как божий дар, как божье благословение, да, и, соответственно, если король помазанник божий, то все остальные беспрекословно подчиняются королю, а он обладает практически абсолютной властью. Я довольно сильно упрощаю, но сутью я даю правильно, просто об этом надо бы говорить отдельно, конечно, о королевской власти. Вот. И получается, складывается довольно любопытная ситуация, когда Яков пытается все переверстать под себя, упирая на то, что он король и королевская воля, воля священная, это воля божественного посланника, а сталкивается он, помазанник, извините, а сталкивается он лоб в лоб с новой тюдоровской аристократией, с протестантскими, с протестантских по большей части взглядов людьми, которые выросли в условиях очень серьезного влияния парламента, которые считают, что король должен договариваться со своим народом, со своей нацией, да, что король должен вести себя не как абсолютный монарх, не признающий ничьей воли, но скорее как значимая, важная и очень могущественная, но сторона договора. Соответственно, когда Яков выдвигает свои претензии, он наталкивается сначала на непонимание, а потом на все более-более-более нарастающее раздражение. Второе, третий момент, да, первая религия, второе вот убеждение в всевластности короля, третий момент, король пребывает из нищей, в общем-то, Шотландии в относительно богатую Англию, и не разобравшись в структуре бюджета, но это не королевское дело, не разобравшись толком в источниках дохода, он начинает себя вести, как будто у него бездонная казна, а это не так, и он очень скоро начинает ощущать дефицит денег, нехватку. Елизавете удавалось сводить статьи бюджет в конце с концами, а Якову нет. В результате нарастает экономический кризис. Яков, собирая каждый раз парламент, он требует, чтобы парламент выделил ему все больше и больше денег. Парламент, как назло, выделяет все меньше и меньше, к тому же принимается критиковать власть Якова. Решениями Якова оказываются недовольны королевские юристы, которые вообще-то должны бы поддерживать короля, по мнению Якова. Наконец, протестантской знати совершенно не нравится возвращение короля-католика и возвращение католического епископата, усиление католической церкви. То есть Яков угрожает повернуть обратно всю ту реформу, которая была затеяна Генрихом Восьмым и развитой Елизаветой, его дочерью. Последний раз Яков собирает парламент в 1614 году. Гнилой парламент его еще называют. Это очень показательно. Он собирает парламент, не последний будет еще в 21-м, но самый показательный будет парламент 14-го года. Он собирает парламент, собирается попросить у него, значит, денег. Парламент сходу начинает, не приняв еще ни одного решения, он начинает критиковать королевскую власть и Яков распускает его, тот так и не успевает принять ни одного решения. То есть к концу правления Якова Первого складывается атмосфера тотального непонимания между королем и, простите, всем остальным народом. И это развивается в годы правления Карла Первого. Карл, сын Якова, опять-таки католик, фундаменталист, как бы сейчас сказали, человек, убежденный в святости королевской власти, оказывается лицом к лицу с парламентом, который все настойчивее и настойчивее требует каждый раз чего-то нового. Вот, наконец, парламент 28-го года начинает свое заседание с выдвижения так называемой петиции о праве, петиции в четырех пунктах, прекратить принудительные займы, во-первых. Во-вторых, то есть, понятно, о чем речь, да? Перестать заставлять людей давать деньги короне. Во-вторых, прекратить аресты людей без суда и содержания под стражей, без предъявления обвинения. В-третьих, убрать и прекратить размещение на постой в домах граждан, матросов и солдат в мирное время. Вот, и, соответственно, король подписывает эту петицию, но реально он ее не исполняет. Ему напоминают о петиции, о том, что он не исполняет своих же обещаний. Тогда он распускает парламент. И параллельно с этим начинается затяжной внешнеполитический кризис. Неудачная война с, собственно говоря, неудачный конфликт с Испанией. Неудачная война с Францией, которую все помнят по роману Дюмау «Трех мушкетерых». Вот это войны, в которые Карла втягивает поначалу его фаворит, герцог Бекингем, убитый в 1928 году. Одна неудача следует за другой. Войны не приносят дохода, который от них ожидается, но наоборот приносят болезни, разруху, смерти. А на покрытие этого короля нужны новые деньги, взять их неоткуда. Развиваются конфликты с американскими колониями постепенно. И, наконец, в 1640 году Карл не выдерживает вот этой затянувшейся паузы. И, считая, что, наверное, можно все-таки договориться, он собирает в 1940 году парламент, получивший название «Долгого», «Долгий парламент». Вот с его созыва принято отсчитывать начало английской революции. Спасибо. Продолжение следует...